Нигде путь к богатству не является таким тернистым, как в России. Робин Панемента Тетемес, Великобритания 1 апреля 2018 года Раньше в России была поговорка, если хочешь добыть золото, придется пролить кровь, сказал Эдвард Даулинг. Эдуард Даулинг, американский председатель Совета директоров крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс», взглянул через окно на собор Святого Павла. «Просто я это не примлю». Нет никаких сомнений в том, что у шести гигантских золотых рудников компании «Полюс», расположенных в Сибири на российском Дальнем Востоке, рудников, которые в прошлом году принесли в общей сложности более 62 тонн золота, поставив эту компанию на седьмое место в списке крупнейших золотодобывающих предприятий в мире, «Весьма мрачная история». Ее богатое Наталкинское месторождение, расположенное недалеко от Магадана, было открыто в 1930-х годах, когда заключенные из сталинского гулага направлялись в лагеря в Восточной Сибири, где они работали в суровых условиях тайги. Чтобы добраться до этого месторождения, которое расположено ближе к Анкариджу, штат Аляска, чем к Москве, необходимо проехать по шоссе, прозванному «дорогой на костях» из-за того, что скелеты умерших в ходе ее строительства заключенных были использованы в качестве ее фундамента. По словам господина Даулинга, умерших было так много, что легче было помещать их останки в ямы, выкопанные в дороге, чем рыть могилы вечно мерзлом грунте. Именно в этот гулаг попался Лженицын, добавил он, сидя в комфортном кресле в одном из кабинетов лондонской фондовой биржи. У остальных месторождений «Полюса», «Благодатная», «Титимухта», «Олимпиада», «Вернинская» и «Куранах», точно такая же история. По словам господина Даулинга, сегодня его компания, которая получила права на эти месторождения после распада СССР, изо всех сил старается уменьшить риски, связанные с добычей золота в этом далеком и суровом регионе. 63-летний господин Даулинг, который в начале своей карьеры работал на Полбсдадге, а затем на Алмазодобывающую компанию Диберс, где он стал директором по добыче, и на Меридиан Голд, где он тоже был руководителем, отметил, что его очень волнует безопасность. Мы очень серьезно потрудились над нашими производственными стандартами, и у нас уже больше года не было ни одного смертельного случая. Речь идет о базовой рабочей дисциплине. У нас весьма высокие показатели по сравнению с большинством западных добывающих компаний. По его словам, безупречная репутация – это довольно серьезное достижение, учитывая суровые условия, в которых вынуждена работать компания «Полюс». Глубина шахты в месторождении Олимпиада достигает 300 метров. Этого достаточно, чтобы туда поместилась сейф и левая башня. В результате всего одного взрыва обрушивается сотни тысяч тонн породы, которая затем извлекается и обрабатывается сильными реагентами. Мы работаем 24 часа в сутки 365 дней в году, даже если температура опускается ниже минус 50 градусов. Людям приходится работать зимой в условиях сильных морозов. Эти месторождения находятся очень далеко от городов и поселков, поэтому приходится все строить и все привозить самостоятельно, в том числе людей. Но низкие температуры и удаленность этих сибирских месторождений – это не самые серьезные проблемы. По словам господина Даулинга, на фоне санкции роста политической напряженности после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, вести дело в России стало нелегко, особенно группе, чьи акции торгуются на лондонской и московской биржах. Группе, крупнейшим акционером которой является сын Сулеймана Керимова, миллиардера из Дагестана, тесно связанного в Кремлем. Он предпочитает говорить о новых технологиях. Под его руководством компания «Полюс», рыночная стоимость которой сейчас достигает 6,9 миллиарда фунтов стерлингов и которая может похвастаться самыми низкими издержками среди крупных золотодобывающих предприятий, вложила огромные средства в новое, более совершенное оборудование. В этом году она вложит еще 850 миллионов долларов в различные проекты, включая проекты по разработке буровых установок на дистанционном управлении, беспилотных грузовых автомобилей и чинов с компьютерным управлением, где куски породы очищаются и превращаются в блестящие золотые слитки. Мы двигаемся в сторону полной автоматизации и создания инфраструктуры. Эти месторождения вполне способны работать самостоятельно. Компания «Полюс» объявила о том, что в 2017 году ее прибыль выросла на 7%, составив более миллиарда долларов. Эта компания, которой уже принадлежат вторые в мире по объему запасы золота, около 2000 тонн подтвержденных и неподтвержденных запасов, по некоторым оценкам, должна добыть почти 80 тонн в следующем году. Основная работа компании сконцентрирована в Красноярской, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В прошлом году «Полюс» получил право на разработку еще одного огромного месторождения в Иркутской области, известного как «Сухой лог». Благодаря золоту, добытому в этом месторождении, «Полюс» с легкостью опередит канадскую компанию «Нэумонт Мининг» в ряду владельцев самых больших запасов золота в мире. По словам господина Даулинга, охлаждение в отношениях с Москвой пока никак не повлияли на бизнес. «Мы имеем доступ к капиталу, и у нас не возникает проблем с доступом к оборудованию. Мы не заметили никакого воздействия санкций». Господин Даулинг, который был председателем Алла-Чарголта и является одним из членов Совета директоров крупнейшей канадской добывающей компании «Теч Криса Урчес», отмахнулся от вопросов Огене Керимове, который попал в составленный Госдепартаментом США список россиян, связанных с Кремлем. Госдепартамент подчеркнул, что это не санкционный список и что против россиян, чьи имена попали в него, не будут введены никакие ограничения. Тем не менее, некоторые банки и финансовые институты предпочитают действовать осторожно и избегать сотрудничества с организациями, связанными с лицами из этого списка. Господин Керимов был задержан во Франции в ноябре в связи с предположительными налоговыми махинациями, связанными с приобретением роскошных объектов недвижимости на Лазурном берегу. Господин Керимов отрицал свою вину. Господин Даулинг настаивал на довольно неправдоподобной версии, согласно которой господин Керимов не имеет никакого влияния на полюс, потому что акции принадлежат его сыну. У него нет акций. Я вижу только его сына, вот и все. Что касается инцидента с Ганном Керимовым во Франции, то господин Даулинг сказал, я ничего об этом не знаю. Он признал, что политика порой затрагивает его, однако он подчеркнул, что изменчивая политическая ситуация является неотъемлемой частью добывающего бизнеса не только в России. Так случается повсюду. Я работал в Канаде, Чиле, Перу и Африке. По его словам, скидка на акции полюса – это хорошая возможность приобрести их по выгодной цене. Возможно, именно такие соображения заставили китайскую группу FOSUN задуматься о покупке у Саида Керимова 10% акций полюса. По неясным причинам эта сделка так и не материализовалась, а представители полюса заявили, что всему виной стали неудовлетворительные условия, выдвинутые компанией FOSUN. По словам господина Даулинга, он сосредоточился на добыче золота и на разработке плана по снижению сдержек и инвестированию в новые проекты. Полюс наделен фантастическими ресурсами, сказал он, добавив, что его компания придерживается стратегии собственного внутреннего роста. Он будет бороться за то, чтобы оставаться в стороне от политики, однако он все же опасается, что новый пакет санкций может негативно сказаться на работе его компании. Вопросы и ответы кто ваш наставник? Милтон Уорд, бывший главача пресса Max Minerals, который познакомил меня с добывающим бизнесом. Можно ли сказать, что деньги служат для вас мотивацией? Не совсем. Деньги не входят в первую пятерку мотивов, которыми я руководствуюсь. Кто больше всего восхищает вас? Нильсон Мандела. Когда я жил в Южной Африке, я пару раз встречался с ним. Он был очень сильным, но при этом очень добрым человеком. Ваша любимая программа на телевидении? Карточный домик. Что для вас значит быть лидером? Способность мотивировать людей на совершение таких действий, которые они в противном случае никогда не совершили бы. Как вы отдыхаете? Катаясь на лыжах, играя в гольф, в американский футбол. Краткая биографическая справка. Возраст, 63-го года. Образование. Государственный университет Пенсильвании. Степень в области горного дела. Степень магистра и доктора наук в области обогащения полезных ископаемых. Школа бизнеса в Гарварде. Курс подготовки топ-менеджеров. Карьера. 1988 год. Пылбздадге. Инженер. 1992 год. Пылбздадге. Руководитель производства. 1996 год. Ч. И. Прусся Макс Минералс. Старший вице-президент и директор по управлению процессами и инженерным обеспечению. 1998 год. Ч. Ливиланд Члифс. Исполнительный вице-президент. 2004 год. Ди Беерс. Исполнительный директор. 2006 год. Меридиан Голд. Президент. 2008-2012 годы. Алла Чарголд. Руководитель. 2008 год. По настоящее время. Директор Теч Криса Уфча Сиди Турголд Чарпаратион. 2013 год. По настоящее время. Полюс. Член Совета Директоров. 2014 год. По настоящее время. Председатель Совета Директоров Алла Чарголд. 2016 год. По настоящее время. Полюс. Председатель Совета Директоров. Семейное положение. Женат.